Друзья, всем привет! Продолжаем обучение в институте пассивного дома. У нас идет курс проектировщика. Сегодня мы хотим разобрать один пример. У нас есть не пассивный дом, а энергоэффективный дом. Здание с ультранизким потреблением энергии. А ультранизкое это почему? Ну, то, что пассивный дом это до 15 кгч на метр квадратный в год, отдельный расход тепловой энергии. А здесь уже от 16 до 35 кгч включительно. Вот здесь вот объект 32 кВтч. То есть это подходит под здание с ультранизким энергопотреблением. А этот дом реально построен и находится в городе Чехово? Это в Чеховском районе, не в городе, а рядом. То есть он построен уже давно, просто буквально в прошлом году закончена чистовая отделка. То есть реально он заселен, там люди уже живут. Значит, посмотрим. Если взять стандартный дом Подмосковья, то что построено, например, уже за последние 10 лет, то обычно у нас расход тепловой энергии на отопление порядка 200-250 кВтч на метр квадратный в год. Значит, посмотрим здесь. Здесь порядка 32 кВтч на метр квадратный в год. Если мы возьмем одну и ту же площадь, здесь у нас площадь 293, ну возьмем 300 квадратных. Значит, умножаем на 300, у нас получится сколько? 960, да? 900, 9 9 тысяч. Так, смотрим. 9 умножаем, это 3000. Да, 9600 кВтч у нас набегает за отопительный период. Если вот здесь мы умножаем, ну, например, 200 умножаем на 300, значит, сколько у нас набегает вот здесь и здесь у нас набегает 60 тысяч киловаттч. Всему интересно, сколько это денег, значит, в зависимости от того, чем мы отапливаемся. Если мы отапливаемся электричеством, значит, примерно 6 рублей у нас стоит киловаттч, тогда по денежкам у нас получается 360 тысяч рублей. Нам надо на отопление такого неэнергоэффективного дома. Здесь в рублях у нас получится, ну, пускай 10 тысяч мы умножаем на 6, получается 60 тысяч рублей. Это у нас за отопительный период или за год. Значит, если мы отапливаемся газом, например, газом, значит, 1 пиловаттч, сейчас, ну, учитывая теплотворную способность, примерно где-то 0,6 рубля у нас будет стоить, 1 кВтч на газе. Соответственно, у нас будет сколько? 10 раз меньше. 36 тысяч рублей. Здесь у нас будет порядка 6 тысяч рублей. То есть мы видим, когда газ, это еще не сильно кусается, когда у нас электричество, то это уже прям за гранью добра и зла, то есть очень много. Если мы возьмем пассивный дом, здесь вместо 32, например, будет 15 или меньше кВтч. Соответственно, здесь у нас будет в два раза меньше, там, порядка 5 тысяч кВтч. Ну, и, соответственно, либо 30 тысяч, либо, соответственно, уже в 10 раз меньше, да, то есть порядка 3 тысяч рублей. Если мы говорим про отопительную нагрузку, значит, то для первого случая, когда у нас, например, обычный дом, вот здесь, да, отопительная нагрузка у нас составит порядка 100 Вт на метр квадратный. Здесь отопительная нагрузка порядка 20, даже меньше, там, от 15 до 20, но пускай будет 20 Вт на метр квадратный. И в пассивном доме, там, меньше 10 Вт на метр квадратный. Опять же, умножая на 300 метров квадратных, здесь у нас получается 30 тысяч, да, соответственно, 30 кВтч, 30 кВтч, 30 кВтч, здесь у нас получается, умножаем на 300, это порядка 6 кВтч. Здесь у нас получается порядка 3 кВтч. Вот она мощность. То есть, мы видим, что... Это мощность этого котла, да? В данном случае, да. То есть, в данном случае, это мощность системы отопления, необходимая для компенсации теплопотерь. Самый-самый холодный день. Тут немножечко добавится, потому что есть КПД котла, но вот примерно такая зависимость. Поэтому, например, здесь тепловую энергию распределили с помощью тепловых, с помощью теплых полов, вот, причем шаг довольно большой, чтобы размазать, то есть не надо там, как в стандартном доме, большой шаг, еще дополнительные приборы отопления. Есть примеры, там, меньшей площадью, ну, порядка 150 квадратов, там, отопительная нагрузка вообще еще меньше, порядка, там, 2,7-2,8 кВтч. То есть, задача одна из таких основных, как вообще распределить правильно, значит, приборы отопления, чтобы равномерно отапливать такие дома. То есть, короткие трассы, маленькие площади отопительных приборов с небольшой теплоотдачей. Очень хорошо сюда вписываются тепловые насосы. Соответственно, если у нас тепловой насос, соответственно, с ним хорошо работает теплый пол. С низкой температурой теплоносителя. Поэтому, даже если мы, например, этот дом отапливаем с помощью теплового насоса, он работает на электричестве, у него будет соотношение 1 к 3, то есть здесь уже будет не 36, а порядка 18 тысяч, либо меньше. Опять же, в зависимости, сколько будет ГВС. Если только отопление, то коэффициент КОП может быть от 3 до 4, а при ГВС от 1,5 до 2,5, ну, в среднем 2. То есть, получается, что при тепловом насосе, если мы только на электричестве, у нас тоже будет довольно бюджетная стоимость по отоплению. 6 киловатт и 30, видим. То есть, надо совсем другой котел, надо меньше трубопроводов, надо меньше приборов отопления. Значит, реже будет все это выходить из строя, надо меньше эксплуатировать. Если у нас, например, какой-нибудь пилетный котел, еще что-то, соответственно, меньше надо для того, чтобы складировать топливо. В любом случае, у нас воспомождаются площади, и гораздо проще этот дом отапливать. Ну, и запас, соответственно, топлива может быть гораздо больше по сравнению с обычным зданием. И в чем плюс энергоэффективных домов, тем более пассивных домов, то, что если у нас будут какие-то отключения, то такое здание еще несколько суток, а если мы говорим про пассивный дом, то неделю и больше, может практически находиться без отопления, без какого-то там страшного, страшных последствий для жильцов. То есть, понятно, что температура будет падать, в зависимости, опять же, от качества оболочки и ориентации здания, примерно на где-то полтора-два градуса в сутки, это максимум. Ну, и, соответственно, можно понять, сколько у нас времени есть. То есть, до нуля градусов у нас будет порядка десяти дней, то есть больше недели нам понадобится, чтобы здание остывало. Сильно он остывать не будет, потому что будут какие-то поступления от солнечной радиации, от людей. То есть, в этом плане, если какие-то аварии, если какие-то проблемы, вы можете спокойно несколько дней находиться в более-менее комфортных условиях. Если мы говорим про обычные здания, то в лютой морозы у вас, грубо говоря, оболочка сопротивляется теплопотерям без отопления, то там несколько часов, там, ну полдня, через сутки уже будут очень большие проблемы, надо что-то предпринимать, иначе просто вы проморозите ваше здание. Ну, и еще такой бонус, или отличительная особенностью пассивных и энергоэффективных домов является в том, что если мы генерируем тепло, соответственно, есть отопление, есть горячее водоснабжение. Значит, в обычных домах приоритет у нас на отопление, ну и плюс ГВС. Если мы говорим про пассивные дома, либо приближенные к ним, то у нас, в принципе, котел работает на ГВС, а то, что связано с отоплением, это побочный продукт производства горячей воды. То есть, грубо говоря, у нас котел работает в приоритете на ГВС, вот, отопление мы готовим там какой-то мизер, то есть, грубо говоря, оно легко генерируется нашим котлом, то есть нам не нужны дополнительные мощности.